Марина, я вот принесла свой айфон, он мне нафиг не нужен. Мне не жалко вражескую аппаратуру. Нужна нам американская продукция. Разъяренные бабушки колотят по айпаду маузером. Вражеская аппаратура не выдерживает натиска патриотизма. Да вы говорили, что не разобьется. Бойцы знаменитого краснодарского отряда Путина собрались на акцию уничтожения техники Apple в знак протеста против продленных американских санкций. И пусть народ Америки посмотрит, что мы можем с ними сделать. Хороший, сочный отбивной. В ведро летят коробки от айфонов. Едва ли внутри действительно есть телефоны. Такая акция пенсионерам вряд ли была бы по карману. Впрочем, досталось всей заграничной технике. Вокруг штаб-квартиры отряда Путина под каждым кустом валяются никому не нужные мониторы и телефоны. Аккуратно, только смотри, не наступи на них. Аккуратно. Смотри, Nokia. Правда, в кабинете лидера яростных старушек стоит iMac с 27-дюймовым монитором, фирменными эпловскими клавиатурой и мышкой. Но это просто еще выбросить не успели. На самом деле, айфон как символ борьбы с прогнившим Западом придумали совсем не в Краснодаре. Еще в 2014-м, через месяц после введения первого пакета американских санкций, неназванный герой первым проучил молотком тогда еще президента Обаму и всю вот эту его технику. Эх, ты глянь, не сдается собака! А вот свой айпад топчет депутат муниципалитета Ярославля Дмитрий Петровский. Может себе позволить. В прошлом году, согласно декларации, он заработал больше миллиона рублей. Петровский также призвал отказаться от американской техники премьер-министра Дмитрия Медведева. Последний давно известен своей любовью к различным техническим новшествам. Вот он в часах Apple Watch, вот обзавелся свеженькой десяточкой. Свою позицию по этому вопросу Медведев обозначил еще в самом начале санкционной горячки. В интервью «Комсомольской правде» премьер заявил, что не собирается лишать себя гаджетов Apple. «Не надо делать из нашей страны Северную Корею. Мстить, отказываясь от техники, это смешно», — сказал тогда Медведев. Продукцию Apple в России любит не только премьер. Первую партию десятых айфонов пользователи российского Apple Store в конце октября прошлого года разобрали за три минуты. Вторую партию — за два дня. В 2017-м компания Apple продала в России техники на 152 миллиарда рублей. И это на 23% больше, чем в 2016-м. Цена десятой версии смартфона в России на начало продаж стартовала от 80 тысяч рублей. Официальная среднемесячная зарплата в прошлом году по стране чуть больше 35 тысяч рублей. При этом всего 5% покупателей первой партии десятого айфона взяли его в кредит. 95 платили наличными. А вообще, если и айфон хочется, и продемонстрировать солидарность с отечеством, всегда можно приобрести компромиссный вариант. Например, такой айфон с портретом президента за 269 тысяч рублей. Или такой из чистого золота с якутскими бриллиантами и гербом России за 364 тысяч рублей.